Качество коммунальных услуг оставляет желать лучшего. В эфире дежурная по городу. Здравствуйте. Ульца Партизанская, 70, больше полугода. Управляющая компания не может привести в порядок одну из водосточных труб. Вот сильный дождь, когда идет, у нас течет из потолка и прямо на окно и по стенке. Вся стена была мокрая. Весной срубали эти сосульки и воронку своротили. Вот она в другой стороне и течет все по пяти этажам. И на четвертом. А как хлыщет вода, это прямо ужасно. Мы обращались же опять. Говорили сколько раз. Машина придет, машина. Но говорят, машина была, не проехала. Потому что там газовая труба не едет, не проезжает. Ну вот до сих пор вот с апреля и ничего нам до сих пор не сделали. Не знаем, что делать. Стена прям сырая, сырая была. Прям пахла этими сыростью. Меня больше всех досталось. У них в окне, в окно течет тряпочку меняет. Я когда течет, кладу это, то тряпочки на пол. Здесь прям вообще лужи. Я боялась, вот пол весь встанет. Ну они обещали, что вот приедут, сделают, воронку поправят до сих пор. Потом обещали, альпинисты приедут, раз машина не проходит. Ну ни альпинистов, ни машин, никого нет. И вода попадает не в нее, а течет вдоль стены. И поэтому нам попадает в окна и в квартиру. Да, обои испорчены, вот с потолка течет. Ну и на полу прям вода. Тут это не было. Прям вода вот была такая. Что делать не знаю. Улица Свободы, 110. Жильцы нескольких квартир вынуждены обходиться без отопления. Есть, как говорится, везде на втором этаже. У нас нету в девятой и десятой комнате на первом этаже. И на первом подъезде нету отопления на первом этаже. Я, как говорится, в дом управления хожу третий год, третий сезон. Ну, то у них это не работает, то это. Я вынуждена заменить все батареи. Заменял ПСПН. Здесь 10 тысяч отдала, там 8 тысяч отдала. Ну, вроде ладно. Как только осень начинает копать здесь, перекопает, после этого ничего не могут наладить. Ничего не отопляется. И вот два с половиной месяца хожу в дом управления, как на работу. Через два дня, через два дня. Чего, говорит, ходишь? Поезжаю в теплосеть виновата. Я в эту теплосеть вот через дорогу ходила. Как говорят, ступик три. Потом центральная теплосеть ездила. Ну, звонили, звонили, все. В жилотдел, говорит, поезжай. Туда съездила. В администрацию два раза ходила. Ну, осталось только, говорю, может быть, и к Путину уже. Чтобы хотя бы... Я им доказывала, что не может такого быть, чтобы на втором этаже есть, а к нас ничего. Оборотка у них не работает. Я уже начала соображать, что не работает оборотка. Надо что-то делать. Нет, они все равно на теплосеть сваливают. А теплосеть приезжали второго, как говорится, числа, вот, как говорится, этого месяца. Ну, и третьего приезжали из жилищного отдела. Потолпились человек десять. И на второй день потолпились человек десять. Вот дали мне это предписание. Сказали, напишем вам заявление юриста, юридически напишут на перерасчет. Я говорю, мне зачем? Ну, перерасчет я сделаю. Отоплений-то нет. Я хочу, чтобы было у меня тепло. И они хотя бы мне сделали вот в той комнате. Ничего не могли уже сделать. Протянули. Это уже второй сезон. Шланг. Осенью Валентина Васильевна сделала. Как я говорю, ну, варить вы. Шланг для чего? В батарею. Говорят, варим. Пожъехал опять до управления. Ой, мы все заменили, у вас будет работать. Пришло время отопления, ничего не работает. Мне пришлось опять этот шланг. Хотя это тепло у нас уже, посмотрите-ка, третий месяц. Можно было слить и варить. Хотя бы, может, толчок бы дало. И что, это помогло бы. Я уже им подсказала. Нет, они к этому. Теплощадь виновата. Мало дают, это, чтобы, как говорится, разгон там. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин